представительницы прекрасного пола всегда хотят быть красивыми и отличным помощником в этом деле становится аккуратный и правильный макияж способный подчеркнуть все ваши достоинства так как же его сделать и какие тенденции особенно актуальны этой осенью об этом и не только нам расскажет и даже покажет топовый визажист ангелина казанова привет ангелина здравствуйте тебя видеть наконец-то мы все-таки к тебе попали и хотим узнать сегодня несколько секретов осеннего классного макияжа конечно я с удовольствием вам помогу расскажу вам чего начнется а у нас здесь все зависит от того какая у нас идет подготовка к коже то есть в осенне-зимний период мы уделяем больше внимания именно состоянию нашей кожи и как же за ней ухаживать поделиться да изначально мы начинаем с этапа очищения этап очищения всегда ну практически да ну то есть продукты практически у всех одинаковые то есть допустим мицеллярную воду используют все типы кожи до изначально мы начнем с очищения мицеллярной водой здесь вы можете использовать допустим если в домашних условиях можете спокойно использовать любую умывалку молочко пенку то есть то к чему вы сами привыкли после того как мы протерли лицо мицеллярной водой мы обязательно должны ее снять почему потому что мицеллярная вода по сути это такое же содержание щелочи как жидкое мыло берем небольшое количество тоника на ватный диск и протираем лицо сверху сверху да после мицеллярной воды вот в данный момент мы подготовили кожу к тому чтобы можно было ее увлажнить а вот учитывая что у меня комбинированный тип лица до кожи на все равно увлажнение требуется обязательно независимо от того какая кожа даже жирная кожа обязательно требует увлажнения почему это происходит потому что наш липидный слой всегда пытается себя защитить то есть если мы берем какие-то агрессивные средства либо мы пренебрегаем увлажнением наша кожа подыша защитить до пытается себя защитить и пытается больше на поверхность выдать себе ума то есть пытается самостоятельно себя увлажнить теперь мы перешли к этапу увлажнения сразу после тоника мы можем нанести сыворотку хорошо для девушек постарше допустим после 30 лет использовать сыворотку с содержанием гиалуроновой кислоты почему мы выбираем сыворотку с гиалуроновой кислотой потому что гиалуроновой кислоте содержится специальные молекулы которые из воздуха притягивают влагу к нашей коже то есть способствует тем самым красивому гладкому лицу разглаживанию морщин теперь мы наносим крем в зависимости от типа кожи для тебя мы используем матирующую матирующий крем для девчонок обладательниц другого типа кожи подбираем крем подходящий по состоянию по типу кожи но вот на данном этапе мы можем сказать что мы кожу нашу подготовили к дальнейшим продуктам то есть это уже будет декоративная косметика конечно же мы не забываем про наши губы мы обязательно их увлажняем сейчас на нашем рынке большое количество различных бальзамов хорошем качестве поэтому не жалеем губы обязательно мы увлажняем на ночь и перед нанесением помады ну все теперь мы переходим непосредственно декоративной косметики первое что мы наносим это тональный крем вот я тебе смешала два тональных крема один матирующий другой увлажняющий как вот девушкам подобрать правильно тон это наверное самая такая частая проблема да да мы часто вот встречаем в магазинах консультанты наносят нам на на руку правильно тональный крем но в любом случае это неправильно для того чтобы подобрать тональный крем нам необходимо взять небольшое количество и нанести на вот зону челюсти чтобы сравнить этот цвет с цветом вашей шеи холодный период предлагаю наносить девочкам тональное средство спонжиком для чего это для того чтобы если есть какие-то шелушения на лице с помощью спонжика мы сможем их просто-напросто прибить смотри я тебя легко могу научить определять оттенок своей кожи допустим ты можешь взять руку перевернуть и посмотреть свои вены какого оттенка вены ты видишь сиреневый сиреневые еще какие бы голубые и в некоторых местах зеленые да и конкретно не можешь определить то ли зеленый то ли синий то ли фиолетовый у тебя нейтральный потом если ты явно видишь выраженные синие фиолетовые оттенки у тебя холодный вот и если ты видишь зеленые вены допустим вот как у меня видишь явно выраженные зеленые вены значит это теплый потом кожа когда вы тонируете свое лицо не забывайте про зону челюсти немножко оттушевывайте вниз потому что очень часто у девочек встречаю ошибки и что они забывают эти зоны получаются остаются просто не пронаженные полоски да вот такие вот лайфхаки девочки теперь следующий этап у нас нейтрализация синячка мы должны обратить внимание какого цвета синячок и после этого его перекрыть все разного цвета вы конечно он бывает фиолетовый зеленый в разные цвета до проблемы синячков сейчас очень актуально даже среди молодежи приходят молодые девочки это стресс да ну бывает и особенности кожи бывают гены бывают стрессы у кого-то какие-то заболевания различные после того как мы перекрыли зону под глазами можем пройтись немного подробным пространстве тоже высветлить визуально это у нас поднимет бровь на зимний период обязательно нужно использовать консилер с увлажняющим эффектом теперь мы берем консилер который на тон светлее нашего тонального средства чтобы перекрыть как раз эту зону окончательно остатками мы пройдемся по точкам света такой точкой точки света это те места куда непосредственно у нас падает свет на лицо то есть это зона подбородка немножечко над верхней губой можно нанести на корень носа и если вы хотите немного вздергнутый нос можно нанести на кончик после того как вы не нанесли тональный крем мы очень тонким слоем наносим пудру дальше мы переходим к оформлению бровей как нам подобрать тон карандаша мы обращаем внимание на наши волосы то есть мы смотрим до основной оттенок ваших волос и сравниваем с цветом который нам нужно мы выбираем и красим непосредственно брови почему я данный момент наношу не карандаш а тени потому что в последних сезонах у нас уже четкие графичные брови отошли на прошлый план сейчас уже более воздушные легкие брови поэтому я предпочитаю наносить их тенями сейчас мы закрепим брови ты знаешь дам один а сейчас у многих девушек в приоритете ламинирования бровей этот эффект можно добиться с помощью просто обычного геля для бровей следующий этап у нас будет скульптурирование лица в последнее время у нас в тенденции натуральность мы любим красивая легкое лицо не перекруженная поэтому и скульптурирование у нас будет тоже такое на каждый день она должна быть легкая незаметно если вы идете на какое-то мероприятие можно подчеркнуть немножечко больше так как в свете софитов это все теряется а так на каждый день мы делаем очень легкое легкое скульптурирование каким потоном обладаете точно также и выбираете скульптор еще хотела нашим зрителям показать небольшой лайфхак после того как вы прошли скульптором по нашим зонам остатками скульптора можно пройтись в области глаз по орбитальной складки тем самым мы сделаем естественное затемнение то есть для девочек которые не пользуются тенями можно сделать такой эффект и визуально будет смотреться на глазах как куда есть какие-то тени практически уже готовый мэйк так вот самое главное все-таки наверно тонна он решает по сути дата но если ты нанесешь просто тон не используя не используя скульптуры все остальное лицо будет просто плоская поэтому для того чтобы нам создать правильное очертание нашего лица мы наносим все что нам нужно и свет и тень для чего мы используем румяна для того чтобы придать свежесть лицу я знаю но осенью это тоже особенно актуально да да конечно да не хватает дарки все хотят выглядеть свежо и красиво смотрим один раньше мы делали акцент именно на яблочке то есть мы интенсивно наносили румяна на яблочке сейчас мы наносим его вдоль скульптора вот мы нащупываем нашу скуловую кость и вдоль нее наносим румяна тем самым еще добиваемся визуально лифтинг эффекта да то есть получается у нас будут три параллельные линии это скульптор румяна и хайлайтер обрати внимание что у нас уже есть эффект теней на глазах замечаешь да если допустим девушка торопится у нее есть там буквально 15 минут на макияж можно пройтись вот так по орбитальной кости скульптором немного добавить румян получается эффект теней красить ресницы и бежать следующий этап это у нас нанесение хайлайтера кстати вот я замечаю на своих клиентах что обладательницы жирной кожи не очень любят хайлайт как и я да 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 поэтому мы будем наносить его делик абсолютно деликатно чтобы его было слегка видно в последнее время очень часто и модно использовать жидкие тени для глаз да то есть это удобно мы не сидим долго не тушуем нанесли немного кремовую тень растушевали и побежали единственное если конечно бывает жирнит века либо тени скатываются тогда обязательно жидкие тени мы закрепляем сухими еще хочу обратить внимание на то что раньше у нас разделялись девочки по цветотипу это была осень зима поэтому цветотипу подбирались тени и делался макияж сейчас это уже все в прошлом то есть абсолютно на девочку с теплым потоном можно наносить холодные тени серые синие то здесь уже знаешь на любителя для дневного макияжа можно сделать стрелочку просто из карандаша не обязательно иметь какой-то идеально ровный четкий контур можно просто нанести карандашик и аккуратненько его оттушевать и вот смотрю карандаш не черный да кстати вот для девчонок которые хотят научиться рисовать стрелки рекомендую брать именно коричневый карандаш и почему потому что коричневый карандаш у нас очень легко входит в кожу и поэтому легко будет при норовица норовица да теперь мы берем более глубокий оттенок и проходимся как раз по карандашику а то есть мы закрепляем сам карандаш да тем самым сделаем его более стойким и углубим наш глазик а цвет такой же коричневый я взяла коричневый да визуально видишь дам один разницу но прям более выразительный кошачий взгляд да да кошачий взгляд кстати очень моден еще очень модно подчеркивать внутренний угол глаза конечно если расстояние и форма глаза на позволяет это сделать ну что теперь мы переходим к оформлению твоих губ смотрим один да раньше вот буквально года два назад у нас актуальны были матовые губы да мы все бежали скупали эти матовые помады супер стойки чтобы они у нас держались в течение всего дня сейчас у нас уже в моде легкие помады они обязательно должны быть увлажняющие те же самые блески очень актуальны получается и карандаш не нужно сейчас на голову ну вообще в принципе карандаш можно наносить сделать такой легкий контур его внутренне нести блеск сейчас очень модно знаешь так чтобы оттенки перекликались ну как бы получается целостность макияжа но реснички у нас свои хорошие поэтому мы их красить не будем в конце мы закрепим макияж чем фиксатором макияжа до что нам дает фиксатор это дополнительное увлажнение и естественно стойкость макияжа глаза закрывая закрывая глаза сильно не жму себя до ну вот мадин мы получили наш результат как тебе впечатляет свежо ярко и красиво самое главное да давай напомним нашим телезрителям основные правила все-таки осеннего макияжа такой небольшой итог даже ну в общем наши дорогие зрители прошу обратить внимание на то что осенью нам очень важно правильно ухаживать за своей кожей то есть уход у нас на первом месте потом мы переходим непосредственно в декоративной косметики выбирайте тональный крем именно по типу вашей кожи по поводу цвета выбирайте то что вам нравится да у нас нету какого-то определенного цветотипа которого мы должны придерживаться то девчонки наносим наносите тени те которые вам по душе и по поводу губ губы у нас в моде свежие блестящие то есть никаких матовых помад что ж спасибо большое тебе ангелина я надеюсь что нашим телезрительницам так такая информация была очень полезна и вы обязательно будете применять ее в своем ежедневном макияже а я ухожу от ангелины очень красивая спасибо